Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Мы планируем интервью на следующей неделе с временно исполняющим обязанности руководителя Кировской области Игорем Васильевым. И хотелось бы от вас, слушатели, вопросов Игорю Владимировичу. Возможно, вы отметите уже какие-то существенные изменения, которые вы увидели за этот год, за этот год нахождения Игоря Владимировича в нашем регионе. Может быть, вы отметите важные какие-то вехи, которые отмечает Игорь Владимирович, высказывания его, которые понравились или, наоборот, не понравились. Ну и задачи, которые вы считаете необходимо ставить перед правительством и всеми остальными структурами, которые отвечают за развитие нашего региона. Это все будет после 16 минуты 211-101. Готовьтесь разговаривать с нами. Ну а сейчас у нас на связи Олег Прохоренко, руководитель пресс-службы Кировского филиала Т-Плюс. Мы с ним связываемся в связи с тем, что в Кирове перенесены сроки гидравлических испытаний. Вот как все будет проходить, мы сейчас с Олегом и поговорим. Олег, здравствуйте. Добрый день. На самом деле, мы здесь зависим очень сильно в начале старта гидравлических испытаний. от того, когда завершится запитительный сезон, он завершается, соответственно, по постановлению администрации города при установлении устойчивой теплой погоды при температурах уже плюсовых, плюс 8 градусов в течение пяти дней. Мы очень рассчитываем, ну, с 15 мая, как планировалось, к сожалению, погода не восстановилась, и сроки были перенесены, и мы очень рассчитываем, что уже с 22 мая гидравлические испытания все-таки сможем начать. Но это не факт при этом. Ну да, пока погода, к сожалению, не радует. Посмотрел сегодня прогноз, тоже пока. Ну, то есть, мы в любом случае готовы, и обрессовочные машины наши стоят в полной боевой готовности, бригады готовы для того, чтобы проводить ремонты оперативно, и максимально короткие сроки давать горячую воду к кировчанам. Но пока не завершился отопительный сезон, говорить точно, там, со 100% гарантией, когда начнутся гидравлические испытания, мы не можем. Уже третий год тестируется, уже внедрилась система, когда город не делится, там, на северную и южную часть. В этом году точно так же будут разделены на секции района города. Совершенно верно. Город поделен условно на 88 секций. Они отделены друг от друга задвижками для того, чтобы остальные кировчане в момент гидравлических испытаний на какой-то из секций не испытывали неудобств. И, соответственно, если дефектов не выявляется на секции, то эта секция включается сразу же, там, в течение трех дней. Если выявляются дефекты, мы в течение двух недель должны их устранить. То есть максимальный срок отключения воды – это 14 дней? Ну, так по закону, и мы будем, конечно, укладываться в эти сроки. Пользуясь случаем, сразу хочу пригласить, пока не мучились гидравлические испытания, у нас будет хорошее событие – «Энергоночь» в ближайшую субботу в рамках «Ночи музеев». Музей энергетики – это уникальный ведомственный музей. Там с пяти до девяти вы можете поучаствовать в мероприятиях, посмотреть эксказицию. А что это за музей буквально там вкратце? Музей энергетики находится на Ломоносово-9. Это учебный центр энергетиков-сетевиков. И в этом музее есть как история более чем 100-летняя, 113-летняя история энергетики «Вятки». У нас одна из старейших историй в стране энергетики с появлением электростанции, с появлением первого генератора на теплоходе Булычева. И заканчивая последними новинками и нововведениями, включая там блок ПГУ. Но кроме этого будут, конечно, еще разные активности с ребятами, интересная информация для взрослых, шоу энергомагов. В общем, приходите, будет интересно. Если возвращаться к теме гидравлических испытаний, если все-таки стартует на следующей неделе первый этап, какие районы будут отключены? Там нет четкого деления, там такой-то район такой, это секции разброса. Мы можем ознакомиться с ними на сайте hotwaterkirov.ru. Мы будем выкладывать на две недели вперед эти секции с адресами конкретных домов, для того, чтобы, если будут какие-то сдвижки в ту или иную сторону, людей не вводить в заблуждение. У нас пока первая неделя, так как гидравлические испытания отложились, она будет точно так же, вот эти секции, которые, шесть секций, которые должны были отрисовываться в эту неделю с 15 по 22 мая, они будут распределены равномерно по другим неделям. Но если я не ошибаюсь, то там здание по улице Производственной, базовой, то есть это район примерно там Дома техники Комсомольской, также на дружбе? Это была, нет, это была как раз, да, первая неделя гидравлических испытаний, то, о чем вы говорите. Соответственно, с 22 мая будет испытываться уже, ну, микрорайон Большевиков, водопроводный Горбачева, если завершится этот эпидемий сезон, опять же, я говорю, Казанской, Красноармейской, Большевиков, ну, вот этот район, транспортный проезд и участок милицейской Ленина-Пролетарской. Ну, а тогда для понимания, вот те улицы, которые были заявлены, что на этой неделе там пройдет ремонт испытаний, извиняюсь. Да, они будут равномерно распределены, и мы, естественно, это укажем уже в последующих неделях гидравлических испытаний, распределены по последующим неделям, то есть где-то, где планировалось там 5 секций опрессовать, а будет опрессовано 6, и это появится в графике. И когда завершится, завершатся испытания полностью? Испытания, согласно плану, должны завершиться к началу сентября, соответственно, к этим срокам с начала следующего отопительного сезона они пройдут уже по всем районам города Кирова. В Кирово-Чепецке там немножко другая схема, и там испытания будут проводиться, там тоже перенесены они с этой недели на следующую, с 23 по 25 мая. Пока планируется, опять же, если завершится отопительный сезон в Кирово-Чепецке. Ну, и стоит напомнить, наверное, вот, Олег, вы уже сказали про сайт hot-water-defeas-kirov.ru, там также можно и задать интересующий вопрос и пожаловаться. Да, пожаловаться, сообщить об утечке, сообщить об открытом люке. Это наиболее оперативный канал информации, и эта информация сразу же берется в работу. И также там график включения-отключения горячей воды. Совершенно верно. То есть мы для того, чтобы было единое окно по всем взаимоотношениям получения информации от Кировской теплоослужащей компании. Ну что, Олег, спасибо большое. Олег Прохоренко был у нас на линии, руководитель пресс-службы кировского филиала Т-плюс. Говорили мы о том, что гидравлические испытания, как предполагается, начнутся на следующей неделе, но если погодные условия, опять же, будут неблагоприятные, будет холодно, то опять же их перенесут. Во многих городах страны такое сейчас происходит. В Москве сегодня тоже самое было такое же объявление. В связи с погодными условиями, низкими температурами, в общем, сроки переносятся практически везде. Но внушает оптимизм, что-то плюс готовы, да, все и люди готовы, и техника готова, все у нас будет хорошо с испытаниями. Сейчас мы прервемся буквально на полминуты. Напоминаем, что через полминуты по телефону 211-101 мы будем принимать ваши звонки. И нам бы очень хотелось, чтобы получился конструктивный разговор в преддверии интервью Игоря Владимировича Васильева, во время исполняющего обязанности руководителя Кировской области, который мы планируем на следующей неделе. Мы, во-первых, хотели, чтобы вы высказались по поводу того, на что именно стоит обратить внимание правительству и его главе. В этом году, например. Я понимаю, что большинству кировчаней будет очень много вопросов по городу, но это можно, лишь бы они были не частные, не пропротекшие кран в квартире номер 12. Второе. Может быть, у вас есть за что уже поблагодарить новую команду и ее главу? Год практически прошел уже. Вы можете оценить людей, которые есть в команде, задать вопросы по поводу этих людей на самом деле, да? Ну, в общем, мы будем собирать ваши мнения, и эти мнения наиболее интересные, конструктивные, глубокие, будем озвучить на следующей неделе в интервью с Игорем Владимировичем Васильевым. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневной разворот». Здесь в студии Александр Рассухин и Светлана Занько. 211-101, номер телефона прямого эфира. Мы планируем интервью с Игорем Владимировичем Васильевым на следующей неделе. И, естественно, мы всегда интересуемся вашим мнением, мы на нем основываемся, мы передаем это мнение, вопросы, чаяния руководителю нашего региона, города, муниципалитетов, предприятий. У вас есть такая возможность сейчас высказаться по телефону 211-101. Еще раз просим вас быть конструктивными, снизить накал, может быть, эмоций. Как-то так отдышаться перед тем, как позвонить. И хотелось бы, чтобы вы отметили и проблемы, которые вы сейчас видите, которые стоят перед регионом, и вы считаете, что правительству нужно обратить на это внимание. И, может быть, у вас есть за что сказать спасибо уже вновь пришедшему правительству. И Игорю Владимировичу лично вы видите какие-то заслуги конкретные, вы отмечаете какие-то тенденции позитивные. Может быть, людей каких-то будет отмечать или ругать из правительства. Ну и нужно понимать, что скоро выборы, поэтому Игорь Владимирович, по крайней мере, он заявил зимой, что планирует участвовать в выборах. Очевидно, что он в них участвует, судя по количеству баннеров на улице. По количеству баннеров, по количеству печатной продукции, по количеству материалов в Телеграме, потому что самые популярные кировские каналы – это так называемый «Вятский губернатор» и «Вятский шептун», где команде Игоря Васильева и самому Игорю Васильеву уделяется самое пристальное внимание и основное. Разве что Владимир Васильевич Быков может еще поспорить о популярности тем. Ну да, но я думаю, что Владимир Васильевич не будет участвовать в выборах, поэтому сейчас все равно основное внимание на Игоря Васильева. И можно сказать и о просчетах, и о каких-то победах. Обо всем об этом – 211-101. Ну, а я бы хотел, наверное, напомнить команду Игоря Васильева, а точнее тех людей, которые год назад работали, и сейчас, спустя год, они продолжают работать в правительстве. Из членов правительства остались Александр Зорин, если не ошибаюсь, Андрей Скальный и Алексей Котлячков. Остальные все члены правительства сменились. Ну, разве что пришла еще Алла Албегова, которая раньше работала, и Дмитрий Курдюмов, который тоже в свое время работал в правительстве. Ну, самое главное, вы помните, да, под каким слоганом идет Игорь Владимирович на выборы. И, в общем, провел еще и довыборный год. Это слоган «Навести элементарный порядок». И относится он ко всем абсолютно отраслям, да, жизнедеятельности нашей области. В частности, например, основной акцент делался на лесную отрасль, да, и очень много о социальной политике говорил Игорь Владимирович. У него крепкий и сильный заместитель в этом смысле Дмитрий Александрович Курдюмов. Результаты его деятельности, я думаю, что каждый из нас абсолютно за этот год ощутил на себе, потому что все мы ходим в поликлиники, все мы ходим в больницы. Мы видим, какие преобразования там происходят, сталкиваемся с проблемами по-прежнему. Их озвучиваем в соцсетях, вы озвучиваете их по телефону 211-101 у нас в эфире. Здесь тоже можете сейчас высказаться, произошли ли какие-то изменения, если особенно вы часто посещаете медицинские учреждения. Ну и очень важное было заявление о том, что нам необходимо ликвидировать наш достаточно внушительный государственный долг в 27 миллиардов. И приводились цифры, например, на примере лесной отрасли, что наведя там элементарный порядок, можно увеличить значительно прибыли. Помните, была история, что, я не знаю, сейчас это осуществилось или нет, с выходом на биржевые торги по лесу, которая тоже разные совершенно отклики вызывала от позитивных до крайне негативных, абсолютного отрицания. В общем, достаточно много было заявлений. Вот к чему они привели. Вы как это на себе ощущаете? Вы видите какие-то действительно изменения, которые происходят у нас в регионе? Вы, пожалуйста, звоните, говорите. Кроме того, поскольку все-таки мы вещаем в большей степени на город Киров, а здесь большая часть населения нашего региона, конечно же, вы можете задавать вопросы, которые касаются непосредственно города. У меня, например, один из основных вопросов, поскольку я на этой теме сконцентрирована, это, конечно, транспортная система города Кирова. Мы о ней говорим уже который год. Чуть не каждую неделю в этой студии с разными специалистами, с активистами, с УНФ-овцами. Я пока только вижу, что ситуация усугубляется в худшую сторону. Мы видим изменения, машин становится все больше, транспорт ходит, транспорт сум менее доступен, особенно на окраинах города. Мы не понимаем, как будут строиться дороги, как они будут контролироваться, будут ли они когда-нибудь генерально отремонтированы, будут ли они расширяться, где эта самая стратегия. То есть вот мой вопрос по транспортной стратегии города Кирова. Я бы хотела, чтобы, например, подготовились и ответили как-то на этот вопрос, потому что все-таки привлекательность областного центра – это очень важно. Если мы говорим об инвестиционной привлекательности, туристической привлекательности, если мы говорим о том, что дети должны оставаться в этом регионе и не уезжать. Мне кажется, с дорог начинается все абсолютно. Вот если их не будет, грамотных, правильных, хорошо сделанных, надежных дорог, то не будет ничего вообще. Про инфраструктуру мне бы хотелось тоже поговорить. с Игорем Владимировичем Васильевым. Я не знаю, насколько на самом деле он в теме, насколько он в ней глубоко. Я пока в каких-то интервью не видела такого расклада, чтобы он давал, что он в это погрузился. Он, в принципе-то, и не должен. Это не его прямая обязанность. Но мне интересно, что он думает. Он же передвигается по городу. Это часть региона. И вот мне, например, интересен Детский космический центр, о котором говорили еще в прошлом году. И вроде бы вот все уже сделали. И в конце прошлого года была встреча, я не знаю, мероприятие, на котором Виктор Свиных и Игорь Васильев стояли на крыше Детского космического центра и заявляли, что вот скоро он будет открыт. Называлась дата 12 апреля, День космонавтики. Но вот и ныне там. И денег, насколько мы знаем, на завершение работ нет. И все-таки вот что с этим Детским космическим центром? Что с другими проектами? Потому что, например, накануне на брифинге Владимир Быков, бывший глава города, ныне спикер областного парламента, заявил, что вот в рамках Дней Кировской области, если, может быть, кто-то помнит, в Совете Федерации, в марте, если не ошибаюсь, они прошли. И тогда регион просил много денег и на этот проект, и на этот. И замминистра транспорта даже сказал, что вы не просите. Это ваша собственность, например, аэровокзал. Аэропорт. Аэровокзал, да. Поэтому, ну, как накануне... Он прямо сказал аэровокзал? Аэровокзал. Речь идет об аэровокзале. Вот накануне Владимир Быков сказал, что по итогам этой встречи были направлены рекомендации в правительство. И стоит ожидать, что в следующем году регион получит все-таки средства на путепровод, в первую очередь, на объездную дорогу, о которой речь идет уже несколько десятилетий, и на аэропорт, то есть на взлетно-посадочную полосу. Ну и тут же, конечно же, отреагировали комментаторы в твоих любимых телеграм-каналах. И в различных, да, социальных сетях, которые сказали, что нас кормят электоральными обещаниями, в которых сами не верят. Ну вот, чтобы это не выглядело как электоральные обещания, даже если они не напрямую высказаны Игорем Владимировичем, нужно будет разобраться, что является основанием, в общем, для таких заявлений. Действительно, может быть, мы этого не знаем. Писать-то можно в комментариях все что угодно. Где эти основания? Действительно, когда мы увидим эти деньги? Увидим ли? Что нас заставляет в это верить? И нужно ли только верить? Можно ли что-то еще сделать? Потому что, конечно, и тема объездной дороги, и путепровод, и аэропорт – это очень серьезные такие ключевые моменты развития нашего региона. Ну, стоит отметить, например, что… 211-101. 211-101. Граждане, вот вы не звоните, у меня такое ощущение, что вам вообще неинтересно. Вы на выборы-то пойдете? У нас губернатор в этом году избирается. Между прочим, в сентябре. Когда? 19-го? 10-го, если неужели. 10-го сентября. В сентября как бы не промахнуться. В прежде 19-го. Там уже выбрали, а вы не знаете даже кого. Пожалуйста, звоните 211-101. И высказывайте свое мнение по поводу того, как вы считаете, развивается наш регион? Как действуют власти? Как вам нравятся их заявления или нет? Видите ли вы стратегию развития региона? Может, вы сами уже ее написали и готовы ею поделиться? Стало ли лучше? Стало ли лучше? Где стало хуже? Где стало лучше? Вот так вот, да? 211-101. Понимаешь, если не будут звонить, мы же это все расскажем. Это значит, что интерес абсолютно, понимаешь, потерян. Либо люди не верят совершенно, находятся в какой-то апатии. Потому что, ну, вот как только мы запускали обычно такой разговор, там у нас все телефоны разрывались, все два телефона разрывались в редакции. А сейчас, похоже, тишина, да? Не верят на что? А может быть, не верят в какой-то конструктивный ответ? Может быть, там истинный? Вы скажите про это. Вот я считаю, что проблема вот такая важна. Или вопросы не стоит задавать. Да, я считаю, что важна. Но вот я хочу конструктивный ответ. Я в него не верю. Я не верю, что вы дадите конструктивный ответ. Но все-таки спросите. Понимаешь, это как с голосованием, как на выборах. Я на выборы не пойду, потому что все равно... Выбирать низкого. Либо выберут за меня, либо что-нибудь там подтасуют и так далее. Но вот когда такая апатия, это самый простой способ панипуляции нами. Ну, там действительно, тогда за вас выберут все. Но есть возможность еще раз поговорить с руководителем региона. Мне, кстати, нравится, что Игорь Владимирович в последнее время все чаще стал выходить на такие, знаешь... Ну, это на контрасте, наверное, как было раньше и как сейчас. Мы-то это очень хорошо почувствовали, да, когда только пришла команда. Потому что мы-то здесь, конечно, все такие расслабленные были. Нам было очень просто разговаривать. Мы-то мгновенный был ответ на любой там совершенно вопрос, комментарий. Как по часам ходили зампреды, министры и все прочее. Кстати, руководитель региона Никита Белых не ходил. Ты помнишь, мы очень долго удивлялись, как же это так. Потом он пришел. Но он до этого ходил в рамках передачи... Не к нам с тобой. Ну, не к нам, да. Он ходил, да, в московское эхо он ходил, но каждую неделю. Это было, кстати, очень здорово. Интересно, стоит переслушать. Стоит переслушать, готовясь к интервью, да, готовясь к интервью. О чем говорили? Там достаточно горячие были такие споры, потому что до федерального центра разные всякие новости из Кировской области долетают. И мы делали новости даже по итогам этих передач. Всегда. А хотелось тогда узнать, кто будет интервьюировать, Игорь Владимирович? Ну, мы планируем, что это будет Владимир Сметанин и Юлия Афанасьева. То есть два ведущих будет? Да, да. Это следующий понедельник или пока что еще? Пока что еще непонятно, когда будет выходить интервью. Мы точно, поскольку нам сегодня его подтвердили, мы постараемся выложить и сделаем это. Выложим на сайте kiro.ru плашку такой вопросов в Рио. Традиционные. И туда можно будет накидать вопросов. Конечно же, мы будем выбирать какие-то существенные вещи. Я не знаю, как будет с остальными вопросами распоряжаться. Возможно, их также, как в прежние времена, будут забирать и потом разрабатывать уже в аппарате правительства и отвечать индивидуально и персонально на какие-то там вопросы. Ну, в общем, так же точно поступала и команда Игоря Василия, когда начались прямые линии. Они, по-моему, в сентябре начались, на ГТРК, по-моему, была линия. Но как-то они нерегулярно просто. Но не так регулярно, как у Никиты Юрьевича. Ну, вот посмотрим. Все ведь будет заявлено. Как говорит наш любимый с тобой коллега Николай Голиков. Дайте время, люди могли деться. Илья Нашмулеевич тоже самое говорит. Ну, так времени-то уже прошло практически год. Оглядываться. Ну, вот мы и посмотрим. Есть возможность поговорить напрямую. Сейчас прервемся на две минуты. У нас реклама. 211-101. У вас будет еще 13 минут, чтобы поговорить с нами. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневной разворот». Мы в преддверии интервью с Игорем Васильевым. Пытаемся с вами пообщаться. Слушатели по телефону 211-101. Потому что нам, конечно, очень важно транслировать ваши вопросы, ваши мнения и чаяния о главе региона. Но вот пока звонков нет. И мы тут, естественно, с Сашей рассуждаем, почему такое происходит. Потому что нет ничего хуже, чем потеря интереса, я считаю, для власти. И для людей. Не положительная, не отрицательная эмоция, а равнодушие. Нет ничего хуже, когда люди не готовы общаться. Мне бы хотелось, чтобы ситуация, конечно, изменилась. Может быть, на сайте, когда мы выложим анонс, ситуация изменится. И люди начнут говорить. Ну и сейчас у нас есть еще время, чтобы пообщаться с вами, слушатели, по телефону 211-101. Пожалуйста, ваши вопросы в Рио-губернатору. Отметьте, может быть, даже не вопросы, а советы. Почему нет? На какие отрасли, на какие темы в нашей жизни, жизни региона и города, ему стоит обратить внимание. Может быть, у вас созрело желание похвалить уже за что-то правительство и в Рио. И отдельных, может быть, членов команды. У нас есть телефонный звонок? У нас есть телефонный звонок. И на линии лидер фракции ЛДПР в ЗАГС-собрании Владимир Костин. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. А вот грядет интервью на нашей радиостанции главы региона Игоря Васильева. Практически год уже прошел с того момента, как он пришел в наш регион. Какой вопрос бы вы хотели задать главе региона? Как раз продолжая мысль о том, что прошел уже год, хотелось бы услышать от Игоря Владимировича Васильева сроки реализации его программы. То есть мы сейчас слышим о том, что есть программа, ну там она готовится, есть много заявлений о том, что нужно сделать в регионе. Хотелось бы услышать, когда это будет сделано. Раз есть какая-то программа, это, наверное, план действий. Любой план действий предполагает сроки. Сроков нет. Это стратегическая программа развития в различных сферах, как я понимаю. Вы об этой... Да, да. Ну, о которой, собственно, сейчас говорят отовсюду, откуда можно, в том числе и из газеты, которую наверняка многие читали, Губернского вестника, Губернских новостей и так далее. Вот хотелось бы узнать, та программа, о которой мы говорим, это миф или реальность? Если реальность, то, наверное, там в 2018 году мы какие-то промежуточные результаты получим, в 2019 и так далее. А вот мы поняли, то есть нужно понять, когда мы придем к тем целям, которые обозначены. А вы можете, Владимир, навскидку, 3-5 целей обозначить из этой программы прямо сейчас? Что вы услышали? Которые декларирует губернатор? Да. Ну, в частности, хочет он повысить доходы от лесной отрасли. Мы об этом давно говорили, благо это услышано. Другое дело, что мы несколько расходимся в цифрах. Первое. Ну, помимо того, что нужно лесную отрасль подтягивать в экономику, чтобы она действительно приносила доход, нужно в целом вернуть налогоплательщиков, либо развивать те предприятия, которые есть. Цель благая, правильная. Опять же, если обращаться к профессиональному сообществу, не всегда люди понимают за счет чего. Более того, если деньги от этой отрасли, ну, там, в целом от промышленности, либо отельского хозяйства будут поступать в бюджет, это наверняка должно находить отражение в цифрах, которые мы планируем по бюджету. То есть вернуть налогоплательщиков и увеличить собираемость налогов? Два. Да, да. Ну и, как следствие, пустить дополнительные доходы на социальную сферу. Здесь тоже бы, конечно, конкретики хотелось больше. Может быть, мы просто не до конца погрузились в вопрос. Но, вот, как мне показалось, этот вопрос тоже не до конца проработан. Вот год уже прошел. Вы бы могли как-то оценить этот год в жизни региона и старания команды? Старания, безусловно, присутствуют. Но вспоминаем о результатах. То есть есть планирование. Хорошо, можно, наверное, потратить год на планирование. Русские долго запрягают, быстро едут. Надеюсь, что мы сейчас очень быстро поедем. Потому что если быстро не поедем, то планировать год и потом реализовывать еще 15. Элементарные какие-то вещи, но это, наверное, долго. Спасибо. Спасибо большое. Владимир Костин, лидер фракции ЛДПР, координатор отделения кировского партии ЛДПР. Ну что? Вот три. Ну, собственно, мы об этом говорили. Социальная сфера. Что у нас с социалкой, куда мы идем, как развиваемся. Но больше всего, конечно, сведений по медицинской отрасли. Здесь, по крайней мере, внешние преобразования там видны. Возможно, Игорь Владимирович скажет, что придет Дмитрий Александрович Курдюмов. А, собственно говоря, тот, кто проводит все эти преобразования, и сам нам тут расскажет, к чему мы идем в медицине и в других отраслях. Что касается леса, согласна. Действительно много вопросов по этому поводу. И хотелось бы понять, как все складывается. Потому что, ты помнишь, лесники к нам приходили, тоже высказывались, да, что они не очень понимают, как все будет проходить, и не пострадают ли серьезно они сами. И что еще было третье? Возвращение налогоплательщиков в Кировскую область. Ну, эти задачи, в общем, все три задачи ставит каждый губернатор, который приходит. Ну, по поводу медицины и Дмитрия Курдюмова, все мы вспоминаем также и снос, либо не снос, новые больницы в Налинске, и вся неоднозначность этой ситуации, когда построили здание, и непонятно, то ли его достроили, то ли не достроили, то ли его будут сносить, не будут сносить. Как заявил сам Дмитрий Александрович, сносить ничего не будут, но достраивать обязаны. Посмотрим, как будет все на деле. Ну, это частный вопрос. Или ты считаешь, что по Налинской больнице надо задать еще раз такой вопрос? Это частный вопрос. Я к тому, что... Вот Игорь Владимирович уже на него отвечал, у нас есть 9 журналистов. Я к тому, что здравоохранение... Вот ты, Светлана, отметила победы в здравоохранении в региональном, но есть как бы и просчеты. Я не знаю победы, я сказала, внешние изменения мы видим какие-то, да? Я говорю, что не все так однозначно. Ну что, телефон эфира 211-101. Какие еще вопросы вы готовы задать Игорю Васильеву и хотите задать? А у нас на линии, как я понимаю, Петр Васильевич Терещенко, член инициативной группы жителей Дома Воровского 102, был у нас в эфире, неоднократный по телефону и в студии. Говорили мы про проблему со спорткомплексом. Который рухнул. Который рухнул. Петр Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Вопрос в Рио, пожалуйста. Главе региона. Ну, если честно, сразу могу сказать вопрос в одном предложении. Это городская архитектура строительства и дороги. Если можно все вложить. Почему? Это, я думаю, взаимосвязано. Дороги это невозможно подъехать к зданиям, к тем даже хотя бы пожарным, медицине, милиции, ну и так далее. Главное, если честно, у меня вопрос. Это точная застройка. Застройка, так сказать, которая не соответствует архитектуре на самом деле в нашем городе. То есть она как бы калечит внешний облик. Если взять хотя бы столицы или другие города, там идет расширение, так сказать, на увеличение дорог, потому что очень много транспорта. А у нас наоборот. У нас производят строительство, так сказать, ущерб проходению транспорта. Правильно я вас понимаю, что вы попросите, вы бы попросили главу региона вмешиваться в дела муниципалитета, в городские, да? Совершенно верно. Это главное, потому что строят с нарушением, даже со страшными нарушениями. Вот хотя бы взять вот этот спаркомплекс. Выстроен, так сказать, на теплотрассе. Да, вы понимаете, что непосредственно, да, Игорь Васильев не отвечает непосредственно за муниципалитет. У нас тут свои есть власти. Каким образом он может, вы думаете, повлиять? Ну, в каком смысле? Он же ведь все-таки у нас губернатор области. А что такое губернатор области? Он же должен как-никак какие-то иметь полномочия и на управленческие городские власти. Я думаю, и так. Спасибо, поняли вас. Спасибо. 211-101. Владимир, я ожидала, что будет вопрос все-таки по муниципалитету, да, по городу Кирова. Все равно люди понимают, что есть глава региона, око которого должно повсюду присутствовать. А уж тем более в том городе, в котором находится его правительство и здание. Ну и тем более он должен и может, наверное, повлиять на городскую власть. Тем более, что рядом с ним в одном здании работает руководитель областного парламента, бывший глава города Владимир Быков, который передал, можно сказать, что передал свои полномочия Валерию Владыкину нынешнему главе города. Вот, ты знаешь, коллеги тут подсказывают по поводу того, по поводу сроков, да. Владимир Костин говорил, что установил сроки, когда будет исполнять свои обещания, да, стратегия, когда достигнет своих результатов. Я-то хотела очень, конечно, чтобы слушатели сегодня позвонили и сказали конкретно, какие изменения позитивные они тоже заметили уже за этот период времени. Ты помнишь, было такое, одно из первых обширных интервью, которое взял Виталий Гантов у Игоря Владимировича Васильева в конце октября прошлого года. Он задал вот тот же самый вопрос главе региона. Через какое время мы могли бы с вами вернуться к прерванному сейчас разговору, но уже с конкретными примерами необратимых положительных перемен. Если с надежным запасом, в конце октября, сказал Игорь Владимирович, сразу после Нового года. Примеры необратимых положительных примеров. С Нового года, очевидно, должны уже быть результаты. Они, наверное, есть. Слушатели почему-то молчат, но мы посмотрим, может быть, мы запланируем еще на этой неделе разговор. Кстати говоря, еще будет сайтах akerov.ru, где мы разместим анонс, и вы сможете эти необратимые положительные перемены описать. Может быть, все-таки и негативные какие-то факторы, на которые стоит обратить внимание. Советы, рекомендации, поощрения сможете свои указать. Но Игорю Владимировичу тоже зададим этот вопрос. Какие необратимые позитивные перемены он видит в нашем регионе как заслугу своей команды. Ну, конечно, нельзя отрицать, что по сравнению с годом ранее... А у нас есть телефон? Да, да. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Мария Ивановна. Я вот что хотела сказать вам. Вот иногда едешь в автобусе, в троллейбусе, они такие грязные, окна грязные. Выходит из троллейбусного управления, я спросила, там кондуктор, она говорит, мы моем, у нас все чисто. Да, Мария Ивановна, мы вас поняли. Это тоже транспортная система. Транспортная система города. Здесь все, и дороги, и общественный транспорт. Вот я думаю, что ситуация с общественным транспортом в городе, это точно будет одной из стен нашего интервью, потому что там расследования, которые ведут по поводу деятельности и АТП, и рекомендации рабочей группы по доступности общественного транспорта для окраинных районов города, уже большой очень материал собран. И здесь, конечно, есть что прокомментировать, и наверняка Игорь Владимирович, он пешком по городу ходил и на машинах передвигался, и много об этом, кстати, говорит, сможет дать свою оценку и какие-то решения. Мне кажется, в чем еще будет интересно это интервью, потому что я лично не помню, чтобы на бывшего руководителя региона обрушивался, можно сказать, что шквал критики, опять же, ни в Телеграме, ни в соцсетях, таких комментариев на сотни комментариев не было. Поэтому на следующей неделе уже, как я понимаю... А легко, конечно, легко там обрушивать критику, когда тебе не отвечают. Тоже верно. Не отвечают же. Это же тоже, можно сказать, что просчет определенный. Не знаю, не знаю. Вот эта стратегия, может быть, и не просчет, посмотрим. Я к тому веду, что вопросы, мне кажется, стоит задавать на следующей неделе, когда будет интервью, и это интересно услышать ответ. Не получишь ответ, правда же? Конечно, конечно. Прощаемся. Дневной разворот закончен. Владимир... О, Владимир. Светалин, хотел сказать. Вот видишь, когда не до своем месте. Александр Рассохин. Светлана Занько. До свидания. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова